Обращайте внимание на направление Кыбла, а то порой некоторые стоят совсем по-другому, нежели имам. И напомню о том, как совершается намаз, который является ваджибом по школе имама Бухани. Он состоит из двух ракатов. Не забываем не от намерения, что вы следуете за имамом. Далее мы, такбиром, такбирут алихрам, словами Аллаху Акбар, входим в намаз, определив намерение. Затем читаем дуа Субханакя. После этого произносим три праздничных такбира. И между ними желательно, сунна, находиться в успокоении, в покое на время трех тазбихов. То есть сколько нужно времени, чтобы произнести три раза Субхан Аллах, Субхан Аллах, Субхан Аллах. Поэтому не торопимся. Затем читаем сура Аль-Фатиха. Дам дополнительную суру. После этого, как обычно, поясной поклон, два земных. Во втором ракате мы сперва читаем суру Аль-Фатиха. Затем дополнительную суру. После этого три праздничных такбира. И уходим в поясной поклон. Если вдруг, чтобы вы знали, я хочу заранее об этом сказать. Бывает, что имам может забыться. Я тоже человек, инсан, я могу забыть. Каждый день я намаз Айд не совершаю, как и вы. Если, например, имам забывшись во втором ракате, может быть, обычно это чаще всего происходит. Сразу пойдет поясной поклон, не произнеся три такбира. Вы идете вместе с ним. Потому что по школе имам Муханифа не должно быть расхождения в действиях у мума с имамом. А затем в конце совершается сажда сагу. И все. Ясно? Еще раз, братья, после салама, как будем завершать намаз, имам салам дал, после сразу не вставайте, не убегайте. Потому что будет еще два проповеди. Это займет пять минут, десять минут.